Просто о сложном, как быть свободным, но при этом ответственным. На эту тему со старшеклассниками разговаривали взрослые. Малые рождественские чтения – это не чтение докладов, это живой диалог умудренных опытом людей с теми, кто только пробует жить по-взрослому. Вы, по большому счету, наше будущее. Мы знаем, что прекрасно, когда во имя свободы человек позволяет себе нарушить правила дорожного движения, если не заберем автомобили. Я свободен, хочу, что хочу, то и делаю, как хочу, так и делаю. К чему приводит это на свободу? Первый же опасный поворот – это свободу, прозраничен в больничной эпохе. Ладно, если в этой поваре не поступают другие люди. Работа чтений разделилась на несколько площадок. Темы обсуждений касались свободы и ответственности в интернете, в семье, в собственной жизни. Запросто рассуждать об этом молодым участникам рождественских чтений еще трудно. Но они готовы слушать и думать. Скорее, по ходу дела мы уже будем смотреть и спрашивать. Считайте себя вообще ответственными. Конечно. А что это значит быть ответственным? Мы ответственны за себя и за своих окружающих. Мне кажется, на сегодняшний день очень мало ответственных людей. Добиться успеха в жизни, если ты родился и вырос в провинции, очень трудно. С таким мнением психолог Артем Скобелкин при чтении эссе, которое подготовили подростки, столкнулся не единожды. Руководитель Кировского центра кризисной психологии поговорил с ребятами о том, что путь к успеху хоть и непрост, но открыт каждому, если соблюдать два условия. Первое – это собственная деятельность. И сориентировать их нужно заранее, считают руководители тематических площадок, чтобы выбор этих ребят был взвешенным и осознанным.